друзья всем привет сегодня будет офигенно интересное видео но сразу скажу что там будет много ненормативной лексики поэтому пожалуйста детей от экрана уберите и также скажу что видео это не несет обвинительный характер он скорее информационный то как общается перекуп с автоподборщиком вот об этом сегодня видео то есть никакого обвинительного характера потому что ну потому что так и вообще на самом деле уже к этому привык то что нас там закапывать хотели на лесном кладбище или еще что-то однажды даже была история того что выбирали машину моей дочери а по факту получилось так что один другого перекупа отозвал и говорит вот мы у них там смотрели на арт-драйве машины после этого машину украли через три дня ты смотри будь аккуратней в общем куча такого интересного всякого случается в общем чтобы было понятно это видео об общении автоподборщика и человека который перепродает автомобили и чтобы было понятно это не только со мной так народ общается это в принципе такое вот со всеми нашими очень часто та же самая ситуация вот ты приезжаешь и каждый раз наливаешь одно и то же говно 500 евро там 800 отката чтобы что больше получается чем мы заработали на машине даже на подъемник не потому что блоки видно что там скрученный пробел шоу шоу тебя там видно послушай к чему это церкви так то что своими коллегами хочется в городе что такой честно ничего не берешь я не говорю и брал бы я тебя на глазах руль перешитый что же вот а ты говоришь он не перешитый да какая разница и пугай мой выторвался понимаешь по цене и там уже ничего не заложишь да мне не надо заложить еще раз надо не надо но наличие заложили по моточасам я говорю точно что он крученный друзья всем привет часто в комментариях пишут что при общении с продавцами я имею железные нервы ну на самом деле все очень просто я всегда стою на стороне заказчика и соблюдаю интересы самого заказчика поэтому тут я вынужден иметь такую модель поведения потому что очень часто бывает такое что перекуп ну нагловатое быдловатая тело но машина у него хорошая да он хочет на ней чуть-чуть там подзаработать он там схватил эту машину и понимает что на этой может машине заработать и мы понимаем что машина классная но общение с такими людьми никуда от этого не деться и ну быдланы они есть быдланы также я очень сильно привык к тому что мы пихаем свои машины которые вот когда приезжает к нам перекуп и мы начинаем рассказывать про машину не то что она плохая а рассказывать про нее правду некоторые начинают кричать заказчику вот они козлы они сейчас тебе свою голимую машину напарят они работают на откате именно об одном из таком персонажей сегодняшнее видео есть тема у нас сейчас во дворе перекуп который утверждает что я у кого-то работал на откате осматривал лексус в каком-то там в общем прошлом году месяца 8 назад он у нас ранее уже был кидался словами но тогда я не записал всего а сейчас он под камерой готов подтвердить в общем идем я тебя брал денег за лексус вот эти слова на всякий случай да ты слушай ну и обкад давали мне здесь отдавали мне еще раз говорю ну ты выходил я машина где была куплена смысл вообще изначально новая или не обрел на греченков возле ренченко сюда при я сбоку сидел через окно отдала я тебе давал денег тогда за машину залог когда ты ко мне заехал сюда осмотрел вы вдвоем поезжали вот а на той стороне оставались я давал предоплату за автомобиль а вот теперь скажи мне когда ты мне давал откат здесь вроде довольно нет вроде здесь слова вроде подъезжали я тебя тебе я тебе давал предоплату лет летом было я тебе через окошко туда давал предоплату вопрос том что он говорит что я у тебя работал на откате несколько месяцев назад к нам заехала elantra на осмотр и наши парни пошли смотреть автомобиль в хундае очень легко откорректировать сам пробег в километрах но есть блоки где отображаются моточасы проработанного двигателя я сейчас не буду рассказывать где и какие потому что вот все что рассказываю также нас смотрят парни которые все это дело потом с легкостью корректируют и как я уже говорил каждый день становится все сложнее и сложнее определять действительно пробег самого автомобиля так вот корректировка пробега была сделана я в этом уверен сто процентов ну вот минус сто тысяч приблизительно понимаю это это и это еще будет больше меньше ну все равно то не а с учет это с учетом того что она вообще никогда не выезжала на трассу то есть если эта машина хоть раз видела трассу ну или хотя бы несколько раз то средняя скорость она увеличится уверен что официалы такой корявый девушек не самый запальный шоу это вот здесь вот вот этот особенно вот здесь если посмотреть вот он выпирает здесь в руле есть разрез куда попрячутся эти пазы вернее их сделали эти пазы прорезали вот здесь прорезали маленькую ямку и хлястики кожи они остались и не выпирают сюда поэтому ну если если вы морально готовы к тому что у меня минус 100000 мы можем смотреть и и дальше если нету это не стоит 3000 гривен это стоит полторы не надо вам принято на 5070 плюс не ежели забит вот если 20 приказал я-я-я-я говорю что здесь ну минус 100 как за здрасте это машина должна была вообще не ездить по трассе вот от слова вообще но двигатели тоже начнете было то было на праздник разу и казали в такси маловероятно технически машина неплохая то есть она визуально выглядит классно по двигателю замечаний ну по крайней мере визуально не было на подъемник мы ее так и не загнали но было замечено скручена пробег и перешитый руль они он перешит и ученик и трубка передач тоже хорошо тогда вон и водную козли на 47000 хундай рассыпается руль окей согласен но то что он был перешит это было сказано как факт но парень утверждал что он этого не делал хотя лицо то знакомое мы-то уже с ним не раз пересекались ввиду того что он перекуп а мы подборщики если вы морально готовы к тому что у нее 160 уже есть до 300 они ходят свободно то тут и я понимаю что передо мной перекупа он себя позиционирует как моя машина я не перекуп я не занимаюсь продажей автомобилей машина честная вот моно мою жену оформленная после вопроса где живет жена но у меня таких паспорт на руках началась вот такая не очень хорошее движение то есть парень уже начал откровенно грубить мы перешли с ним на громкий голос к сожалению этой записи нет если не только с камер наружного наблюдения но говорили на повышенных тонах смысл в том что он рассказывает о том что эта машина его он не перекуп эта машина его жены то есть вам нет у перекупов брать автомобиль это не всегда плохо это ну неплохо просто это надо бы иметь повышенное внимание эта машина она неплохая и она еще проходит хрен знает сколько но то что у нее скрученный пробег на 100 тысяч и связи с этим она трохи переоценена то да если бы там шел вопрос о том что она будет дешевле на какую-то сумму ну там тысячи полторы долларов это другое дело то есть тогда уже можно было бы о чем-то говорить и вот тогда первый раз я о себе услышал что я работаю за откат то есть его некий друг дал мне денег для того чтобы я когда-то кому-то продал какой-то lexus что есть совершенно неправда рожа у этого товарища она знакомая то есть мы мы его видно я и увидел и я только не мог вспомнить где с ним пересекался когда мне про лексус сказал я точно вспомнил где с ним пересекался вот и заряд того что я с того лексуса взял откат меня ну слегка так напрек вот тогда я строке вышел из равновесия а так это обыденная ситуация которая чуть ли не каждый день мнение не у нас принципы компании что мы немного по другому подходим потому что ну одно дело работать за да да я сделал экспертизу этому автомобилю ну он был неплохой ну были подозрения на скрученный пробег но для тойота это досраки плюс она была обесшумлена то есть а машина там а была сделана очень неплохо я сказал что ну вот машина сделана неплохо ценник у нее ну средний то есть более-менее среди того срача который мы смотрели эта машина была лучшая бюджет поднять у девочки и по моему кстати его звали как сейчас помню у нее в принципе возможности не было поднять бюджет и получилось так что взяли в эту машину и вот в этой машине этого чувака видел было и было доказать я тогда особо ничего не смог потому что камера которая писал ну хотя бы звук я положила в карман она выключилась это вопрос ребята горят скручены километра у нее больше 300 часов налета если взять среднюю в смысле поэтому видео нет звука нет было и было оставили окей может быть человек какой-то не равновешенный может быть еще что-то но недавно всплыл еще один автомобиль и приехал этот же парень только осматривал машину не я он приехал к нам на иство и начал всем рассказывать что у вас работает бородатый чувак который работает за откаты и тут я предупредил я готов пообщаться берем камеры спускаемся здесь вопрос либо в том что он закроил потому что когда вы тогда приезжали я давал предоплату за эту машину обыкновенную после осмотра здесь 300 долларов так ты 700 ты мне забрал я ты же говорил 600 уже не состыком я деньги не забирал я день и клиент давай давай на тот клиентки сколько выбрали мы с клиентки наступы брали с ну за осмотр или в принципе в принципе за подбор машины 15500 евро правильно сказал все сходится у мои слова сходит сходятся мои слова сходятся сходятся с чем то что отдельно тут выходил брал сходятся тоже нет не сходится на день лброй прик нет не брал отдавал предоплату за машину на которой вы приезжали тогда именно за эту машину после лексуса уже выходил после лексуса я не выходил и не брал задаток когда у там проезжали после осмотра подъехали туда я дал задаток это да после сделки после сделки приезжали на другой машины на какой это было летом что издеваешься лишь на волю может приезжали ну а я я тебе говорю что такого не было ну как не было да вот так не даем 700 евро не понимаю ну я не знаю не понимаю я не знаю кому-то отдавал но точно не передавать сидел сбоку он через окно мне не отдавали могу поставить камеру перри пизде случайно не переписывались кстати звонки у меня все пишут не вопрос скажу номер телефона цирк да ну так не подожди он мне говорит что я работаю закат я говори что у нас такого нет не было класса в том что он кучу вам надо понять шоу 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 за ситуации было давали завозили я уже просим не отдавал денег лично отдавали будет мне придавал денег давали мне ты мне давал денег уверен вы даже да или нет чем правда давали мы вместе с ним были в машине я тебя да так мы принимали да я отдельно я за залог не помню вот так вот подъезжали высокой стороны у нас просто не делал остановились я перешел через дорогу и дал предоплату за машину а после ехали с мрэу мы после сделки сюда после после мрэу я ее отправлял на на одесскую площадь поэтому я давал предоплату за машину чтобы она никуда не ушла потому что люди были раньше ну так это ж меня тогда вообще не понимаешь а мы вдвоем когда уже от передавали я когда предоплату то вообще с вами может номер телефона я сейчас подниму сразу по телефону мы могли обсуждать разговоры перепись глянь ну сто процентов какой-то откат идет а типа когда ну отдавали откат просто когда это было переписи но у меня в компании я своих чуваков увольняю за то что они берут откат а вы мне тут такое заряжаете я тебе еще раз говорю я тебе с ума я тебе разговоры я на глаза видел понимаешь я тебе решу ты меня с кем-то путай не путаю я тебе грешу путаешь вышел сюда ну было же ты сюда выходе я выходил на то вы на этом году подъехали не я вам дал вот это единственный раз когда переходил через дорогу так вспоминайте ну потому что он не ко мне рассказывает вещи которые не знаю а я тебе а вы ехали в машине еще обсуждали же 500 евро там 800 откатом чтобы больше получается чем мы заработали на машине но это ваше дело понимаете если так зарабатывать я тебе говорю что такого не было а я пишу что такое было бы я видел номер телефона скажи ну мы как бы где-то обсуждали где-то должно было быть что-то было я не помню 1 2 3 дай карань запускай проверить в чем проблема запись ведется я не помню на каком веке что-то продается 097 097 у тебя его номер записан это же не то что кто-то передал на слова я уже приезжали после сделки ты выходил бы ты еще наяривал мы ехали сюда я после сделки я отправил их на измаил и мы еще часа полтора сидели там не знаю я тебе говорю что после сделки мы завозили от а я тихо рюши я была не висел на детской площади у мы еще обсуждали а куда ее она со своими родителями приехала мы эту машину форме я их вывозил с киева еще часа полтора мы висели на детской площади поэтому тоже ты рассказываешь что сразу приехал с гринченко сюда мне отдавать откат это точно площадке может мы еще побыли где либо здесь откат здесь отдавали это не было или через полчаса лет через час это уже на месте просто послушаем либо мы сейчас закрываем и на этом всем раскладе дали попутся либо доводите либо не доводите либо закрываем эту тему вообще а что да что то есть я видел ну ты видел он видел если кто-то из вас там краи то это уже ваши проблемы но я я уверен я всех своих парней кого ловлю на такую всех увольняй неужели ты думаешь что я буду брать а вот здесь надо сделать пояснение дело такого рода что многие подборщики к несчастью или к сожалению они действительно зарабатывают дополнительно на том что они помогают перекупом продавать их не автомобили то есть услуга у них стоит недорого но они дополнительно зарабатывают на перекупах и таких людей к несчастью действительно достаточное количество ну понятно ты с коллегами своими работаешь у нас же кардинально другой подход хотя это будет как реклама может кое-каке говорить че говорить у нас кардинально другой подход мы не берем откаты у перекупов то есть мы не помогаем людям продавать их не автомобили и соответственно разговоров про откат у нас не может быть но при этом при всем мы торгуемся до последнего то есть моим зажимаем горло таким образом что очень часто вот эти вот деньги они все равно уходят в сторону заказчика и здесь еще надо добавить что с торга в отличие от других мы не берем себе процент потому что очень много людей берут процент от торга там от 20 до 50 с торгованных с торгованной суммой они типа забирают себе фонд заработка у нас такого нет и этим мы отличаемся от других и это факт тоже машина вы на 3 на лице сразу по этой машине тебе слово кто-то сказал что на пайлан 3 я сказал что на подъем не пробил даже на подъемник не так она потому что блоки видно что там скрученный пробег шоу шоу тебя там видно по моточаса да по моточаса ездила по моточасы ты понимаешь это так пальцем в небо или нет и не понимаешь и что есть пальцем не постоять 7 лет тарахтить на одном простом двигателе вот тупо должен стать холостую стоять и работать может быть ну при тоже можно так делать ну конечно может быть ты приезжаешь позиционирует что вот пацаны моя машина я ее обслуживал там хотите поедем все классно все отвечаю руль перешитый а ты говоришь он не перешитый да какая разница так подожди ты говоришь это оригинальный я решу понимаешь ты не понимаешь рулякой на на иландре может я такое говорил и в чем дело подожди может понимаешь может не понимаешь ну чему это ты в иландра год даль далеко не понимаешь 20 20 пробега сарабе папа это согласен но вопрос в том что я просто говорю шо руль перешитый ты говоришь я он оригинальный сон да ничего по моточасам я говорю точно шоу крученный машина технически неплохая самая поднимать на ты машинного поднимаешь на подъеме когда ты покупаешь бывает вот так как бы я спрашиваю много поднимают откуда ты знаешь ты помощи не не видишь хорошая или плохая куда ты знаешь какая-нибудь если я не поднял я приехал продавать свою машину верно моем вместе и тип так бы делается ты свою продавал понимаешь я на своем месте делаю не так они тяжело продавать машин а больше не умеет зачастую бывает так что приезжает к нам продавец под видом того что он не перекуп он честный порядочный никогда в жизни он не перепродает автомобили ничего нет плохого в том что парни перепродают автомобили плохо в том что они скрывают ту информацию которая есть они скручивают пробеги они перешивают рули перешивают сиденье таким образом скрывая внешние признаки вот самого автомобиля и с каждым днем все сложнее и сложнее становится понять действительный ли этот пробег у этого автомобиля ну для некоторых машин действительно небольшой пробег он может быть небольшой скрученный пробег может быть критичным а для некоторых автомобилей это очень уже больно потому что когда вот например машин особенно электро гибриды гибриды там вообще красота вот допустим машина полмиллиона скрутили на 80000 по ходовой она на персик но машина агрегаты прошли уже полмиллиона километров и когда скручивают 400000 ну извините это дофига и есть регламентные работы есть срок службы всяких агрегатов и вот именно поэтому мы подборщики по крайней мере могу отвечать за нашу компанию мы не любим вот таких вот нечестных хороших нехороших людей это я о том что значит скрученные пробеги почему к ним такое отношение иногда бывают такие моменты ну я уже привык таким моментом когда в неугоду перекупу говорить что заказчику объясняет что здесь допустим скрученный пробег здесь перешитый руль здесь еще что-то они сразу начинают кричать классная тачка они тебя сейчас за 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 чмурят и заставят купить у них машину ребят все очень просто мы машины не продаем мы их выбираем мы не имеем отношения к продаже автомобиля в принципе даже когда нам звонят люди говорят у нас есть классная машина мы совершенно бесплатно можем выдать номер телефона заказчику хотя последнее время мы прикрыли эту лавочку потому что очень много временного фактора уходит но мы не продаем автомобили мы их только выбираем и в этом есть большая разница я вообще за зовёмся когда еще не дочитали машины обрабатывать этого хозяина ну покупателя клиент рассказываю на шару не надо вести случай взять дороже машины и на я где понимаю что и подкачиваешь под подбор подвести под какой двор я не продаю подшим подбор подбор понимаешь это приехал на разовый осмотр и этим дело закончилось нет если он до мою машину не когда он он когда приезжает сюда у нас уже все оплачено нет на эту ситуацию оборота не пули будет самой вытарался понимаешь по цене и там уже ничего не заложить там не куни надо заложивать еще раз надо не надо но на лекции заложили не заложил здесь важно сделать еще одно пояснение у многих подборщиков действительно есть понимание стоимость осмотра одного автомобиля и каждый автомобиль стоит отдельно у нас мы пошли другим путем у нас есть детальный осмотр одного автомобиля когда человек действительно выбрала только эту машину я хочу мы осмотрим его от начала до конца глубоко и полностью это в основном нужно для того чтобы когда человек уже определился с автомобилем и мы просто даем всю карту недостатка в этой машины потому что недостатки есть в любом автомобиле и дальше он определяется интересен этот автомобиль ему или он с нами идет дальше как правило дальше это либо же мы выдаем парня на целый день и независимо сколько будет автомобилей просмотрено за целый день мы отправляем человека например на рынок в смысле нашего эксперта с парнем отправляем на рынок это называется экспертный день мы выдаем парня и независимо от количества автомобилей сколько смогут посмотреть за световой день столько и будет автомобилей у нас нет привязки к осмотру каждого автомобиля дай 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 за каждый нет такого нет я предупредил что я выйду с камерами хорошо выходить но еще это даст лишь подписчиками своими там хочет под клиентами так вот теперь для меня очень многое прояснилось изначально он говорит о том что некий бородатый мужик хотя непосредственно этот парень четко знает что я блогер и узнает рот моей деятельности и он точно знает кто я ты приезжаешь и каждый раз наливаешь одно и то же говно я машина я я нормально машину сегодня я эту тему вообще не поднимал понимаешь сегодня подожди меня я броня на парень вышел меня спросили я сказал тебе один человек сидит который поднимал тему ну вы спросили а вот теперь главный момент для чего же выносится этот ссор из избы здесь есть очень тонкий момент и важно чтобы его понимали подборщики которые работают связки с перекупами здесь все их перекупы очень любят а именно показатель того что у нас не любят и есть лучшим доказательством того что мы действительно не берем взятки потому что им некомфортно с нами работать смотри почему мне к нему вопросам нет все машины со мной просто зацепился у тебя вопросы я к нему на площадку может быть вам на площадку приезжал смотрел ни одну машину вот когда я с ним общаюсь у меня нет к нему вопроса почему не вопрос это как тебе вы я бы я вывел просто машине наружу вывел твою как 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 ты вся поступаешь я не берешь своими компания тебе понимаешь я тебе вывел то что ты а ты потом начал придумывать что я где-то там взял у кого-то денег я тебе по ситуации говори я не встречались тогда в окно я вам давал денег а ты мне говоришь на камеру это а я говорю кому кому ты вот это хочешь доказать на всякий берешь и я видел и он давал и был а я тебе решу не было такого а то что у меня куча есть людей это ты своими ребятами дочка нравится тогда когда он говорит хорошо пацаны мы это я вырежу одно он говорит все это зрители подписчики ну на том и порешили на суд зрителей так на суд зрителей ребят вот в таких вот условиях приходится нам работать и даже на самый покладистый подборщик зовут его виталий он самый добрый среди нас всех но даже ему приходится быть зубатым но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока